здравствуйте друзья у нас вопрос вечерний классический такой вопрос там кто победит там кит или например слон если дать им сойтись так сказать на площадке вот такого плана у нас вопрос и тоже из классических добрый день михаил меня зовут евгений мне 28 я тестировщик из харькова ведь как из харькова у нас из харькова много вопросов смотрю ваш канал уже очень давно даже во время работы на бэкграунде опыт тестирования у меня уже два года сейчас перешел в третью по счету айти компанию на позиции middle manual киев такой ручной тестировщик три года уже работы хорошо в июне свадьба ну пара чё 28 лет пора очень рад готовимся я поздравляю честно после свадьбы буду активно двигаться в сторону автоматизации ok пока изучаю много материалов вот в чем мой вопрос скажите пожалуйста какой язык для автоматизации лучше выбрать джава или python у меня из бэкграунда только написание небольших сайтов на php понимаю что вопрос избитый и ответов в сети очень много это правда но сколько ответов столько и мнений логично да хочу узнать именно ваше мнение так как она для меня очень авторитетно свое время работая в банке увидел ваши лекции на ю тубе и начиная с них выучился и стал тестировщиком вот так друзья в харькове то скажу так учить автоматизацию хочу с прицелом на переезд в сша а так на месте кому нужно конечно был там шесть лет назад на протяжении одного года душ целый американец прям и хочу вернуться уже с семьей специальностью и опытом ну хорошо буду очень рад если вы ответите на мой вопрос значит первое что я хочу сказать мне понравилось что в евгении он такой знание деятельный то есть работает чек в банке никого не трогает смотрит может даже там на бэкграунде где-то какой-то там курс бесплатные по тестированию программного обеспечения он это что такое а может я тоже могу берет делает наверное он не только это сделал он там да но начал с этого как он сформулировал начал с этого потом туда сюда уже работает несколько лет и в этом смысле приятно давать советы ты хоть понимаешь что человек делает даже не заплатив ни копейки пойти бывает он заплатит ты ему говоришь что делать ты требуешь чтобы он делал а он все равно не делает вот это полное расстройство полное расстройство а здесь человек вот мне казалось бы мотивации такой нет что вот как деньги отдал надо там отработать нет он просто вот активный понимаете это хорошо жениться собрался тоже хорошо почему он за три года не начал делать автоматизацию я не понял то есть для этого не нужно было три года ждать и даже я не может у них там в харькове такая комфорт зон знаете зона комфорта вот тут мы выясняем вот там такая зона комфорта что может быть действительно как-то вроде ему не нужно но с прицелом на иммиграцию вот с прицелом на иммиграцию он тогда уже может быть значит там как-то заинтересовался ну хорошо значит дальше вопрос на каком языке программировать тут как бы есть два что ли мира давайте я так скажу значит два мира первый мир это люди которые умеют программировать в силу чего они умеют программировать ну вот умеют и все значит одни учились в институте другие сами разобрались хотя мы знаем что есть люди которые учились в институте и не разобрались есть люди которые не учились и разобрались есть люди которые то и другое есть люди которые ни то ни другое то есть все комбинации на месте не то чтобы вот чтобы разобраться надо обязательно в институте там учиться на компьютер сайт но вот есть люди которые умеют программировать они концептуально так сказать поймали вот или пару хохмачек там дальше конечно много рутины и много всяких деталей но концептуально если ты понимаешь что такое программировать это тоже самое как ты его скажем ездишь там на автомобиле нет такого на каком автомобиле учиться ездить на Тойоте или на Жигуля ну на каком едешь, на таком едешь в конце концов, но уже в любую секунду пересел на другую машину и поехал пересесть с языка программирования на другой язык программирования сложнее но только в том случае, если ты все что у тебя в жизни есть, это один язык программирования значит если у тебя в жизни там есть 3, 4 или 5 то соответственно 4, 5 или 6 подхватываются гораздо легче особенно 6 по сравнению с 4 понимаете? поэтому вопрос учить Java или учить Python это не вопрос серьезно относящегося к делу человека или может быть он серьезно относится но как бы не проникся еще вот этим вот безусловно Python проще ну то есть что говорить скриптовый язык всегда проще чем язык программирования понимаете история какая? я помню время на моих глазах когда Java появилась а я тогда работал в интернет стартапе одном из первых интернет стартапов вот я рассказывал это была вторая компания которая вышла в паблик интернетовская компания первая была Netscape а вторая была наша, где я работал Broadvision и вот у меня на глазах люди, которые там асы, которые писали на C++ и так далее вот они сидели там с Java и разбирались и они просто смеялись над Java это что же за язык такой говорили они по сравнению с C++ это же просто детский сад какой-то понимаете? я сейчас даже не знаю кто бы вообще писал на C++ покажите мне кто сегодня пишет там на C++ я не знаю ну может быть есть где-то там как-то их мало осталось и в объявлениях так особо не пишут она ими так вот значит если речь идет о том чтобы с чего-нибудь начать ну начните с Python что такое? на Python на самом деле спрос очень хороший то есть не только в автоматизации но даже в программировании я видел людей которые там лет пять программируют на Python и приезжают из там России, Украины и так далее ну и английский на месте у них и они получают свои там 140-150 тысяч просто с лету за неделю еще не в одном месте а в парочке мест поэтому что я хочу сказать что Python с точки зрения рынка спроса зарплаты там востребованности и так далее я бы не сказал что он как-то уступает Java я не вижу этого наверное люди которые в индустрии работают так и более тонко знают вот эти тонкости ну может быть может быть если речь идет об очень каких-то senior level каких-то супер-дюпер там каких-то сложных проектов и так далее особенно в какой-нибудь индустрии там понимаешь выясняется что вот там как раз Java а где-то еще может быть оказаться и Python тоже или там даже Ruby например я не знаю поэтому что я хочу сказать значит если вы никогда не программировали если вы хотите это сделать попроще для себя попроще ну берите Python дело ведь не в том что лучше с точки зрения там оказаться на рабочей визе в Соединенных Штатах без разницы абсолютно честно я бы не сказал что один другого там как-то лучше или хуже но если вы хотите разбираться с нуля это все-таки условия которые присутствуют речь не идет о том учить там Python или Java а речь о том что учить Python или Java человеку который никогда не программировал ни на чем на PHP там что-то там по чуть-чуть вот поэтому я бы сказал что Python проще с другой стороны зависит от того как вы себя чувствуете какое у вас образование я теперь не знаю какое у вас образование но в принципе если образование у вас техническое если вы как бы хорошо соображаете там настроение такое правильное и так далее делайте самое сложное из того что можно делать в этом смысле учите Java понимаете или вы хотите попроще чего или вы хотите посложнее чего посложнее если так вот понимаете вот стоит перед вами стадо а вы лев и стоит перед вами стадо горных козлов понимаете и вы думаете сейчас зайду сзади и самого слабенького сожру понимаете а можете сказать и вот этот вот со здоровенными рогами вожак сейчас его долбать будем понимаете это же у вас такие амбиции вам вожака подавать вот собственно и все но в принципе имейте ввиду что если вы хотите быть в этом бизнесе автоматизации если вы хотите по рабочей визе и в Америке там и туда и сюда и реально быть в этой профессии скажите себе я должен научиться программировать чтобы мне пофигу было на каком языке какой язык дадут там подниму там за неделю и буду делать какой-то продукт а там через 3 месяца буду там я не знаю классы в интернете преподавать по этому языку понимаете вот собственно и все вы не должны себя уж так опускать это уже какое-то я не знаю какое-то ниже плинтусное отношение к собственной жизни вы же молодой если бы вам было 54 года понимаете вы бы сказали Миша вот у меня сил хватит только на самое простое что-нибудь я сказал да учи Python репетитора возьми вот пусть тебя учат там показывают и так далее но понимаете ну если вы молодой 28 лет да вы должны вожаку это вообще рога оторвать а не то что там падали какой-то питат поэтому все языки ваши все понимаете и Java ваша и Python ваш и PHP ваш что там еще попадется по дороге там заметете Ruby заметете Pearl заметете C Sharp заметете что там я не понимаю но начните однажды этим заниматься я хочу сказать что вы профукали несколько лет жизни уже профукали вы уже были в IT вы уже были в QA бизнесе вы могли уже курсов понабирать вы могли все эти 3 года в университет ходить какой-нибудь или на курсы какие-нибудь ну я не знаю вот у нас бы я назвал City College у вас там я не знаю как в Харькове с этим делом обстоит но вы могли бы все эти 3 года уже вы знаете вы же Advanced взяли бы там уже и в C++ и в Java и в Perl и в базах данных там и я не знаю в чем уже сертифицировались бы там не знаю по 3 дисциплинам там уже и Cisco у вас был бы там и какой-нибудь Oracle там и Test Automation понимаете вы 3 года жизни проспали в этом смысле в этом смысле может быть может быть для вас это были непростые годы и может быть вы действительно с трудом это все осваивали и пахали и так далее тогда я как бы беру обратно вот но вообще я считаю что 3 года вручном тестировании это многовато если вы все-таки хотите в автоматизацию ставите себе какие-то цели большие тогда вы просто расслабились вот уже соберитесь тем более жена все дела у вас уже задачи какие-то такие высокие должны быть вот и фигачьте значит не задавайтесь вопросом Java или Python это вопрос проходящий он как сказать пыль на сапогах понимаете пыль сапоги хорошо пыль плохо вытер пыль и пошел никакого значения не имеет какой там был язык потому что на всех надо писать и много технологий разных надо знать и front-end надо тестировать и back-end неплохо потестировать понимаете а почему бы вам например там на сиквеле хорошенько не не пописать там квири какие-то базы данных не потестировать что за проблема такая вручную это все молодой же парень совсем понимаете поэтому я уже не говорю о том что это удовольствие невероятное вот как человек который занимался автоматизацией я вам могу сказать что это наслаждение жизни совершенно совершенно другое как там у Горького в буревестнике да там им гагарам непонятно наслаждение битвой жизни понимаете глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах понимаете вот есть такие тестеры ручные я извиняюсь мануальные которые прячут свое жирное тело в комфорт утесов харьковских так а вы все этого не позволяйте вы как буревестник взлетайте над седой равниной моря и то крылом волны касаясь то стрелой взлетая в небо изучайте автоматическое тестирование если вы понимаете о чем я говорю вперед субтитры